господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного 83 номер вопросы пожелания события дня задавайте вопросы 3 марта 2016 года за день что было то не то не все еще то есть почта большая идет люди которые не верят они не верят допустим я отвечаю на вопросы в книгах 4124 вопроса не все на сайте да он игнати сам придумает вопросы сам отвечает я показываю тогда куча кто знает в университет приходили знает что каждое занятие это два раза в неделю было в пяти университетах на радио везде вопросы в милицию этих вопросов они накопились около трех с половиной тысяч в мешочках только один стал говорить а потом сам заглянул а вот мой вопрос потом видал это мой вопрос отвечено уже в книге то ну и что на выбирай что хорошие говорят другие говорят что я вас говорят хорошо вы это не поминайте людям как вот это во-первых не и действительно как горд умер человек о нем говорят или хорошие или ничего это неправда взято это из римской поговорки а мертвым говорят все или ничего все перевернули лицемерие страшное лицемерие ложь и поэтому эпиграфом к этому отчету утреннему такой кругом измена трусость и обман это известная фраза последнего российского императора николая второго записано им в своем дневнике 2 марта 1917 года в день отречения престола и на и говорят готовы одно и тоже каждый день даете одной тоже я горит так пролистываю еще в конце есть и не смотрю зря одно и тоже мы едим каждый день одно и тоже и все разное одно и тоже нету за всю мировую историю не было выращенной двух одинаковых пшеничинах это уже доказано сколько снегу падает за тысячу лет не было двух одинаковых снежинок все рассмотрели сфотографировали 2000 снежинок и ни одной одинаковой нету ни один человек еще не родился за 100 миллиардов которые умерли чтобы одинаковые отпечатки пальцев были одинаковый характер это только кажется для человека который не хочет посмотреть глубже ну вот допустим измена я уже говорил об этом сейчас говорят самые главные изменники так то хочется знать кого книгу гиннеса заносить это те которые под видом бога подменили бога чем-то системой своей а в системе что допустим ну мало ли что верующие верующие православие католицизм протестантство там где-то и везде измена измена есть добрые люди там которые но это редкость прямо редкость православие самая большая измена и самое большое злодейство это в миссионерстве миссионеры это главное злодеи страны почему они натравляют людей из-за границы там выписали говорится эту неверующую фигуру дворкин чему он может научить он только 40 20 лет людей миссионер должен заботиться о том как людям показать образ христа и это своей жизнью надо показать знать писание показать вот где вот где главный обман а сегодня как проповедовать везде никого не суди я в аргументах и фактах увидел вот такую вот статья на это резал я ее смотри ничего не вижу ничего не слышу а вот здесь на двери что написано про умер стучите громче он умер на то что а это поповская выучка миссионеров ничего не вижу ничего не слышу всех люблю никого не осуждаю без пробела соедините вместе вот это это вот я тут и взял сотни таких нарезал а как-то миссионеры работать но только не так как работать все работали миссионеры все на псиноди патриархии сегодня то есть сказали бы можно еще что-то сделать более не угодного нельзя придумать то есть они дошли до предела до самой глубины ада что только можно сделать как погубить человека некоторые не верят в это дело я сейчас покажу посмотрите я не выдумываю это ни одного слова здесь за каждое слово отвечаю вот видите вот в википедии зарядите тихон бобов кто такой это епископ архиерей русско-православной церкви шимский аромашевский кандидат биологических наук наместник троицкого монастыря ну и проще и вот о нем все пишется здесь как как и что биографии его зарядите просто и дальше награда публикации какая асказ а вот теперь смотрите считай митрополит табульский сибирский филофий лещинский и его связь с теменским свято троицкий монастырем 1621-2003 года понятно видите вот найдите этот материал а то книга у него напечатанная можно но не такой уж большой тираж был но книга большого формата оформлена много фотографий и об этом пишет он о ком кто мактон его табульский это митрополит это театрал как у него колокола звонили собирали на театральное прямо ну а хоть ему миссионером быть и что он делает берет с собой роту солдат сколько там не знаю количество едет там где живут люди другой национальности и люди разбегаются по болотам прячутся а он ждет потому что на болоте холод а выбирает такое время самое опасное когда и в это время приходит он будет или не будете православным он начинает а там пришел мусульманин до этого и мусульманские знают что тоже говорить а знаете вы папа этого примите а у них только одна жена разрешается а у них разрешается больше и и дальше тканину есть нельзя как канину нельзя нельзя то есть он уже знает что сказать то я не бегу сразу мусульманство приняли а православный то ничего не может сказать только одно с ротой приходит это везде так было всегда это главное душители гонители свободы и вот это все здесь описывается и как они приходят кланяю собачка и принимают детства иначе вооруженные люди стоят вот как они какие-то миссионеры он миссионер митрополит театрал его надо было сразу же исключать из числа епископов а его канонизации гонит бобов а раз написал книгу монах главное теперь епископы и бобов будут канонизировать вот теперь смотри что получается у нас дальше я книжку прошлый раз говорил рекламирую буквально библиотека старовер а вы загляните загляните и зарядите в яндекс или в гугл кудрин иван жизнеописание священника и отца семейства ну тут плохо видно вот здесь получше будет видно книга небольшая но я все подчеркиваю потом со старообрядцами поговорить чтобы сколько здесь двести восемьдесят восемь страниц и вот как их гнали старообрядцев книга вызывает полная с фотографиями это не отец арсений выдуманная книга такая отец арсений это щеки сами изданная а это прямо я попрошу брата никиту прочитать тут одна страничка вот отсюда как-то сделать чтобы видно было лет 35 тому назад в этом селе только что появилось старообрядство старообрядцы составляющие себя только на перво единицы посещаемые время от времени проезжающими священниками по причине преследований собиралась скрытно на молитву частных домах и главным образом по ночам по ночам это какое время при царе как катакомба были гонялись за кем природными своими жители не мусульман и иудеев не преследовали не синагоги не кирхи никого только старообрядцев только и при том не просто преследовали сажали люди как огня их боялись и пишут которые убежали там поморские ответы книга есть люди сжигались по тысячи человек сразу возьмите черкасова книга хмель там выдумка ну тоже фильм пас поставлен так люди сжигают сами себя это надо было довести до кого-то миссионеры они узнавали нормальная обстановка живут люди миссионеры появились да до неба пожар идет а то служители были не божьи дальше и вот один из более видных и состоятельных старообрядцев имеющие в селе торговлю и лавку при своем доме подвальном помещении и замаскированном виде с подземным выходом в соседний двор принадлежавшие тоже старообрядцу устроил большую комнату где стали собираться на молитву главным образом когда приезжал священник ставился походный алтарь и служила святая литургия при всех предосторожностях почему все знали тюрьма гонение выселение вспомните как гнали духоборов малакан протестантов степняк крошинский это описывает ну очень хорошо все это в литературе известно никто не отрицает и покаяние принесли только зарубежная церковь перед старообрядцами что гнали не за это революция ахнула бутова забущена а патриархия вообще беспокаянная система организации беспокаянная ни в чем не то что евреев гнали черная сотня там была и анкро штатский в этом замешан был нигде покаяния нету нигде и что полностью предали сатанистам коммунистам и служили им и уже умерший сталини же это семанский алексей это первое это распинается какая духовная сила ушла и прочее то больших лицемеров мир не знал дальше дабы никто из непосвященных всю тайну кавычках ничего не узнал и однажды был такой случай в конце декабря на святках приехал в рухтина старообрядческий священник отец даниил швалев под новый год его попросили отслужить все ночную и в самый праздник обрезание господня святую литургию только что по пропелли поли елеос как приближал караульный отворот и сообщил что приехал из соседнего села новообрядческий священник он был знаком с хозяином дома и давал для прочтения книги противораскольнические в кавычках конечно поднялась суматоха приехавший догадался что у старообрядцев служит их священник хозяин дома встретил приехавшего расстроенный и всячески старался его отвести от подозрения во всякой нелегальщине в кавычках подвале же стали поспешно убирать все и алтарь и иконы а священник разоблачившись юркнул подземный ход и выбежав соседний двор без шубы и в летней обуви убежал на заду усадьбы на гумно и корылся в солому морожие закрепчал хозяин и сошедшиеся старообрядцы отделавшись от неожиданного гостя в кавычках новообрядческого священника стали искать своего священника с фонарями и нигде не могли найти бедный же батюшка отец даниил замерзал в соломе но выйти боялся думая что его ищут не свои а враги старообрядцев так он до утра и промучился когда расцветало тогда он и показался последствиями же его оказалось всего оказалось простуда ног и болезнь до самой смерти понятно это маленький пример только хорошее отношение но как приезжали миссионеры все кверх ногами и вот эти миссионеры это не лжи миссионеры они считают это нормально все так и действует хотите узнать что так и есть ну послушайте вот были рождественские чтения у них собирается какие-то всемирные там или международная и там выступает женщина но я тут приготовили свои миссионеры с томской епархии там откуда и она считает доклад против игнатия лапкина а его учения и чем они заканчивают тишина ничего не слышно она говорит эти и вдруг в конце видно что ну нет преступления за которым меня можно повесить было рядом с герингом мертвым ничего не может сделать и тогда в роспотребсоюз надо придать куда-то меня обратиться и как загалдели все сразу во 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 а то что это сергианство в чистом виде от митрополита сергия когда соединились с властью не конкордат полное подчинение абсолютное полное и всех кто заключение были епископов всех назвать врагами народа от славы церкви слова церкви мученики отказалась церковь такого в мировой истории не было это было только вот патриархии уже образовано было и чем это закончилось то что не и сами никто не спаслись спасали церковную структуру вот чтобы были епископы друг на друга мы наконец ахнули никого нету 362 указ тихона и пошли в котомочке там что-то у него лежит антиминус или на рукавнике и все весь алтарь вот это главная измена которая произошла измена евангельскому пути измена христу измена пути и для этого специально создали миссионерские отделы и прочее сегодня они не нужны нужно молиться об этом чтобы господь этих людей которые там есть привел покаяние и чтобы они пошли проповедовать не сидели по кабинетам чтобы они я не говорю любили но по-человечески относились к своим противникам они просто людоедствуют по-другому не назовешь я покажу дальше это так но и дальше я задаю что не бываю в контактах нигде одноклассников модераторы переносят на наш форум а потом я отвечаю они обратно заходите сами на наш форум и сами ставьте свои вопросы ответы некоторые начали заходить ну и объявление даю чтобы брали по ролику и узнавали содержание их на какой минуте что говорится вот как ну и вот это вот на нашем сайте я покажу сайт наш вот у нас сайте есть очень большой сайт вот и вот здесь вот проповеди вот здесь книги их перевести надо как-то здесь 50 книг а вот это все очень богатый сайт на видеоканал откнул только на форму откнул на наш видеоканал уже человек перейдет и вот это вот перевести вот такие вот надо и мне пришли а я модератором отдам и они сделают ну и объявление что у нас идут занятия посчитайте только заранее надо позвонить потом сергей вызывает их они если которые опоздали сами идут то их нельзя принять надо заново всех регистрировать ну что-то такое там есть давай считает юрия соболева главным врагом игнатия его не знать что сделать ну потому что он игнатия где-то хвалит и поэтому толкает игнатия в ад и прочее слушаем мир вам а три плюсика миром игнатий тихоныч в новом ролике вы сказали об особенностях выражений в мусульманской культуре готов подтвердить что их лексика действительно наполнена словами благоговения предсевышний понимаете я работаю с мусульманами но работать так с мусульманами как я считаю святым священномущика даниила свистова так нельзя нельзя так работать путешествие какое-то со старообрядцами он как раз один из тех был от которого растет вот это уже банды называют его там сарионов дуду левич там ли кто-то я даже не знаю их какие они там если и наконец уже сама патриархия поднялась они видят что это разрушители как изберги рода человечества кидаются с кирпичами там димитрий смирнов и поддерживать наконец отошел потому что дальше нельзя потому что вопреки закона вопреки конституции идут хулиганство и они что там какое-то уважение к мусульманам нет насмешки там проще чем закончилось все но других то не убивают я в мусульман был доме мулы ночевали и беседовали посмотрите сегодня один из отзывов какой есть а тех которые пришли да не мусульмана не было там гатузбеки или туркмены какие есть настоящих мусульман то он может быть и не видел даже я я отзываюсь положительно как они одеваются есть положительно они ничего не видят совершенно с кем разговаривать а сколько там положительно пришли сектантов баптисты как любят библию как любят христа ничего нету они не видят глаза им замазывают ложью им нужен результат а я через меня сколько пришло через себя сколько пришло ни один не пришел с нами гиены делайте худшими вас вдвое если у вас любви никакой нету переполненной ненавистью вчера друзья были сегодня злобится подыскивается где разговаривали мне как то почему когда вы с такими беседуете мы видим некоторым не возражаете а я заранее вижу что там ничего нету там нельзя ему говорить против ничего захрящая замурованная железобетонная только молиться начинаю слезы и молитвы у меня другого оружия нету и поэтому им не отвечаю они выходят там буйствуют я не могу им отвечать не могу у меня есть надежда на их покаяние и тем более мы были хороших отношениях они не дождутся от меня того что если которые вижу я их не знаю просто тогда никто несколько слов скажем им не теми выражениями какие ждут дальше свежий пример у нас здесь работает переселенка из средней азии по-русски говорит плохо вот она делится происшедшим с ней здесь случаем и рассказывает эту историю примерно так а юрий он преподается в этом курсы в епархии одновременно в государственном университете и академии и на него злобится ужасно как за то что не могут его натравить против меня вот удивительное дело и кого бы не помянули они сейчас все бросают выискивают сразу жалобы то есть они другими не могут быть это скорпионий дух скорпиония банка немедленно начинает искать всем кого бы они не знали кто со мной ходит я их имена называю иногда так под вопросами скрываю ужас какой-то ужас это каждый как будто же миссионер этот патриархийный легионом наделен особых бесов злобных лживых я возвращалась домой и в подъезде живет в общежитии были пьяные мужчины стали идти ко мне приставать а я как закричу не трожьте меня я чистый сосуд бога оставили ее в покое она убежала и пересказывая все это ясно что она не рисовалась а подбирала подбирая слова по русски делилась со слушающими своим потрясением я чистый сосуд бога это дорогу дорогу дорогого стоит самомысль так оформлена и свидетельство то есть она заранее уже знала что говорить если такое будет это говорит конечно ином уровне мировоззрения об ином состоянии человека вот как я отвечаю на это все это закладывается теми кто рядом кому верено дитя тем кто заботится накормить и напоить сохранить и далеко не все понимают что это вовсе все до конца жизни должно вплетаться божие осознание что бог все дает он охраняет он несет он лелеет и наказывает долго терпит да крепко бьет и это все от него римлянам 11 36 ибо все из него им и к нему ему слава во веки аминь вспоминается что когда я учился уже в пятом классе про себя рассказываю в селе карповка карповка и жил деда от самой матери марии егоровны у егора иларионовича чунарева а жил в доме им же построенном из пластов дерна но уютного и чистого и рядом был колодец метров за 30 и чтобы не заносило колодец выкапывали тоннель снегу и колодец был в конце тоннеля в затишье и вот я иду к нему это всех сторон приходили люди дед дед у него три сына было мои дедья материн и братовья ну тут история целая то моя мать и как говорится самокрутка ушла за отца он видно такое было и они не хотели потому что отец ты был не так жил он как на как они хотели бы на три сына и друг его спрашивает дед чунарев пацановей то будешь женить а как же ты не пьешь то ну как бог даст вятский был текол взяли троих макари филарет и эмануил три дяди какие имена то были все были артиллеристами погибли у своих лафетов и вот я иду в темноте в стенках сразу же в тоннель что я думал в темноте в этом возрасте можете спросить любого вашего студента или на занятиях в епархии проверьте задайте такой вопрос обрисовав ситуацию местность иду на ощупь и вдруг в темноте натыкаюсь на живого человека никого наших тут не могло быть все в избе это чужой понятно представь иду я пятом классе но я рано пошел в школу 5 10 10 лет было или не было и и человека во время такого стресса как кричит мама там или жена если она рожает от 17 мгновений весны этой природах она закричала на русском языке хотя как бы немка была все сразу можно узнать и здесь внезапный стресс из тебя вырвется то что в тебе было а не то что ты заготавливал тем более ребенок еще и первое что мне вырвалось хотя я шел абсолютно молчание как всегда на руках понесу тебя и не приткнешься ну а вы знаете откуда эти слова живые помощи но по-русски я не знал я по-славянски прочитал живущие это живые в помощи вышнего крови бога небесного 90 псалом человек тот яшка соврулин сосед почти моего возраста даже вскрикнул тоже от неожиданности и спросил что ты сказал я с испугу не смог ответить а слова еще звучали в воздухе когда неверующий промажут молотком и ударить себя по пальцу то что из него выскочит мат а из верующего господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного так и из мусульманина аллах акбар мне петр косянов рассказывал что когда воевал и он попал в плен его приткнул штыком в атаке немец а он ухватился за его штык и чисто по-немецки крикнул не делай этого иначе ты будешь убит я служитель божий и в плену сколько не бились с ним откуда он знает немецкий он на всех допросах отвечал через переводчика что не знать языка но взявший его в плен подтверждал что это немец с тем же произношением как и в той местности где немец живет вот что значит заполненный молитвой духом божьим сосуд ум и сердце юрий соболев благодарю игнатий тихон еще удивительной истории свидетельства духом только изумляться и благоговеть перед творцом дальше анатолий внуков игнатий тихоныч спасибо большое за беседу я очень волновался вы для меня духовный наставник и учитель первый раз вижу а он давно смотрится вот духовно наставник учитель это миссионерская работа идет через это понимаете как я это ролик будет стоять мы с сыном переписывались так и вот пишет мусульманка храни вас бог мусульманка как она подписывается раба не тиви я знаю кто это самиры тагеева из баку азербайджан мира вам отец и гнатис позже жена мулы спасибо вам за разъяснение десятины это конечно очень важно для верующих вы прекрасный человек долгий вам лета учитель наш понятно и мы идем по городу баку и она кого-то котретит ко мне отец приехал мой учитель и прямо трясется вся от радости трепещет мусульманка почему почему я среди них был человек она с двумя высшими образованием на четырех языках разговаривать а муж на шести языках и это все выставлено в интернете я выставляю только себе хороший ну вот хорошая она сказала ну для учитель мусульманка называет прекрасно следующий говорит можно читать то слух это ну а как то написано кристина жмаева ну пока будто тоже не не русская что напишет мудак старый написал так и что на это я решил тогда посмотреть в интернете а что это слово означает читай определение в интернете обсценная лексика сегмент бранной лексики различных языков включающие вульгарным грубые и грубейшие бранные выражения часто выражающие спонтанную речевую реакцию на неожиданную ситуацию один из разновидностей обсценной лексики в русском языке является русский мат так значение значение рек псков самец самецовцы баран производитель но не нашли у которых а дальше в каких произведениях встречается вульгарная используется в качестве полицающего или бран бранного слова глупый несообразительный человек вот читая сейчас статью вестники танковой промышленности издает его наркомат танковой промышленности вот мудаки дальше когда речь шла о харькове возможно и не следовало слушать ворошилова мудака который провалил финскую войну рыбаков прах и пепел в книге откуда встречается литературные слова не надо прятаться взволнованный голос главкома семенова чего-то раньше времени высунулся мудак а ученые всерьез думают что ум возникает от того что мозгу происходят химические и электрические процессы вот ведь мудаки на букву не пишет какая книга дальше дальше седьмое подлый низкий человек ничтожество чтоб героя получить но мало сыграть мудака в пьесе говнюка надо и письмишко это самое подписать виктор некрасов но какая книга откуда-то взята бульгарно неприятный человек неприятная личность этого пляшева мудака давно пора убрать из мавзолея наталья шмелькова как пишет то я никогда не знал первый раз узнал вчера криминально жургованная вульгарная тоже что муда наивный человек не бывавший в тюрьме растяпа простофиля потенциал потенциальная жертва ну вот видите как одна хорошо говорит плохо я выставляю повторяю что но если это пользование то явные маты когда тогда уже просто не не ладно будет я не пишет как его имя я вечный я вечный но я не знаю как это может быть вечным знаете тихоныч а почему вы так мягко насчет холеных попов на мерседесах ведь здесь дело не в зависти а вопрос о налогах почему поп позволяет хапать церковные казны чрезмерно что интересно какой-то отчет была который там был староста схватил сумку и удара удрал а патриарху алексееву сказали он как и бандитов на принимали церковь деньги жалко утащили бандиты бандитская банда верте про сбойников патриарх алексей первый семанский но это пол дела самое страшное это соблазн сказано кто стал соблазном лучше ему утопиться витак игнатий тихоныч а еще вы поговорите с такими попами их высокомерие чувство вседозволенности безмерное а столы какие не накрывают видели народные пастухи народ копейку несет церковь они икорку жируют жируют вы понимаете вы я все отношу к тому челеские слабости главное для меня не это главное это по это говорю у меня к истину православия там написано статья главное что не проповедует и не людям не говорят истину не приводит его к святой библии относительно святой библии вот кругом измена трусосе обман вот хотите себя проверить скажите а где можно такое произведение найти по которому я бы узнал что я лжец что вам нет это все есть салтырь талида считайте 118 псалом самый большой в нем 176 стихов 176 я специально исследовал этот псалом толкование там златоводство зибогена там всех читал зигабена вот и 176 стихов а слово библия 185 раз встречается в иных стихах по два раза то есть слово устав закон это все слово святая библия прочитайте и вы увидите что с вами будет сколько раз вам придется солгать его любят старообрядцы считают у меня приехал один старообрядец в лагерь наизусть 118 псалом одного человека такого видел он каждый день его читает ягод и 185 раз лжешь люблю слово ты его в руках не держишь но я считаю теперь от вас услышал что библия это хорошая книга у нас говорит белая креница так там и старики все говорят библию считать нельзя с ума сойдет что ты делаешь ты же не баптист носите соса и библия это 118 псалом считайте и вы увидите сколько раз это ложь промелькнет перед глазами и вы наклоните голову а или что хотите сказать что ничего не будет что я говорю вам вот это вот это аргумент и факты пишет миллионный тираж это уже традиция по разумению православных священников все кто изучает и знает хоть как-то библию это сектант и точно все кто не знает божье писание волю бога то автоматически являются православным ибо любят они говорить что божье писание духовная книга и не понимается простым человека поэтому касаться ее не надо а следовать указаниям попав сама дура который в свою очередь тоже не знает волю бога и только ссылается на предание святотическое дурдом так что вы игнатий тихоныч автоматически являетесь сектантом перестать и библию цитировать будете православным но это андрей кураев когда мне говорит и выгнать и такая какая-то смесь и пиетет к библии понимаете это старообрядческое как-то с библии с сектантским с протестантским то есть если я библию считаю знаю это конечно не православное а если я строго за исполнение канонов и церкви порядок торговли чтобы не было и устав соблюдался но это старообрядческое даже андрей кураев это людям преподает вот так так сергей звездин пишет женить никиту надо вот ты никита надо тебя не надо женить не надо меня дальше пока ничего никогда валентин денисов пишет с приходом никиты канал стал светлей берегите никиту и ругайте чаще елена царенкова никита мы тебя любим сами такие же держись за братью и игнатия тихоныча олег иванов в первую очередь держаться надо за бога и подражать тем которые подружают христу а вот христос также самоотносился бы никите как и на тихоныч лапкин да если бы на месте никиты приехал бы на постоянное место жительства например патриарх кирилл и и точно так же не знал как что делать и как никита то игнать тихоныч лапкин к нему точно также относился как никите точно так же не имеет значения для меня это все подтвердят все кто знает кто бы он не приехал начальник епископ к зачем мне лгать то никакого значения не имеет я разговариваю с губернатором с министром с профессорами я всем говорю так как есть вот этим я отличаюсь от других как геннадий фастин когда суд надо мной был он судей говорит у православных существует ложь во спасение а для игнатия разницы нет он никогда нигде не говорит неправды подчеркивает это это мое я даже не надо не надувались на этом это так мне бог дал говорит в пророческом духе никому не угождая ой пророком себя ну все сделаешь ревнуйте чтобы пророчествовать павел говорит а не умирайте евгений вдовин миром дорогой гнать тихоныч и всем кто поддерживает ваши руки вот и меня господь обогатил через вас визитки тоже нужны бывают они говорят лучше чем уста а то говорят зачем раздаете вот пожалуйста уже пришло свидетельство каким образом сердце произойдет чудо кто знает низкий вам поклон игнатий тихоныч мир вам я отец максима внукова он уже с вами общался вся наша семья постоянно каждый день смотрит ваши видеоролики все целого вас поддерживаем вы для нас главный учитель и наставник я попросил всех вам в контакты чтобы была возможность с вами побеседовать в будущем когда накопятся вопросы божьей помощи ангел-хранителя вот тут написано кто он его как назвать евгений вдовин у нас не беседовать теперь на него кинутся эти которая называет а шайка бандитов то юрий соболев пишет актуально и почему скажет никто из великих отцов не говорил о кавычки открыты кавычки открыты это не 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 соболев он вот что актуально считать дальше снова кавычки открыты и почему скажет никто из великих отцов не говорил о себе так откровенно и с такими словами как ты говоришь о себе ответ ошибаешься о человек и апостол и отцы согласны с моими словами согласны с моими словами но смотрите и следуйте то что я говорю я как я говорю так я все мои как будто ко мне это относится он юрий это дал это знаешь что я такой дальше и если я не думаю и не говорю так как говорили и думали святые и богоносные отцы если не повторяю сказанное богом в святых евангелиях да будет мне анафема от господа бога и иисуса христа через духа святого вы же не только уши заткните чтобы не слышать слова мои но и убейте меня как нечестивого и безбожного забросав камнями если же я восстанавливаю господни и апостольские учения которые некоторыми извращены тогда не должно ли принять меня как показывающего совершенное дело любви кто это сказал преподобный семён новый богослов вот это увидел отец андрей дьяк по портодиакон кураев то вот увидел игнатия своего не говорит он поднял целые пласты забытого нами как вы этого не видите это вот она уже совсем будет а попеть а попить анжела госпарян этот вопрос мучил меня долгое время и толком я не могла его понять благодаря вашему точному изложению и подробному ниже описанному тексту я смогла многое для себя открыть сожалению сердца тех кто очень долгое время не был церкви христовой закрыты никакие доводы и священное писание не может изменить их гордую уверенность в том что они правы еще раз благодарна богу за то что он не оставил меня грешно и открыл мне через вас истину спаси господь игнатий тихоныч александр май миром игнатий тихоныч только что посмотрел выпуск номер 81 и услышал ваш комментарий на мое сообщение вам вот некоторые до конца смотрят и вижу вы несколько неправильно меня поняли я хочу чтобы люди слушали ваше житие святых на каждый день но главное чтобы они выходили на ваш сайт во свете библии и вот где основное богатство сокровища которые вы собрали за вашей жизни и делитесь другими потому и предложил добавить картинку вашего сайта кавычка в конце роликов жития где вы кстати говорите привожу слова дословно жития ролики которые жития насчитал а теперь в роликах они ставятся покажу делая не я я этого не знаю и не умею если он просчитает кто это делает то делает то он должен просчитать вот это и поставить я не могу сказать у меня никого этого человека нет кто делает так что замечание это правильно но не могу дальше где вы кстати говорите привожу слова дословно просим приходите при подписывайтесь и будете регулярно получать с нашего канала вы договорили я не говорил это в этом модератор администратора я совершенно не понимаю меня тут пришли верующие однажды наши и говорят вот вы все взяли на себя я на я в то дело в них все записываю купил книгу там поэтому по компьютеру записываю все время где-то вы нам-то дайте работу то вас не будет и остановилась все а у него уж как раз программист государственная на государственной службы талантливый такой я все понял я отошел больше не стал ничего делать и что знал как будто не знал бог у меня большими такими дарами наградил и сколько программистов человека четыре только работает непрерывно бесплатно бесплатно и компьютер и все мне бесплатно купили все у бога есть настоящие служители как а миссионеры цена на какие миссионеры тогда с кого пример брать ну я скажу с кого как надо беседовать которые никому не жалуются это кирилл и ефодий в первую очередь апостола апостола настоящие никогда к властям не обращались зажать там оклеветать этого не было ну а из русских ну степан пермский это уже первое это определенно там пермяки зыряне он там пропадал архимандрит макарий глухарев на алтае работал настоящие миссионеры и николай японский касаткин вениаминов инокентий северным народом но четыре я могу назвать может еще кто-то были настоящие миссионеры никогда не обращались за помощью к властям что задушить задавить в рост надзор куда-то как сегодня дворкин то они это два противоложных конца один для бога трудиться другой для другой чтобы выполнить ту миссию которую мы там американская цру назначила наверное дальше в комментарии вы сказали что такого слова так подписывайтесь вы не говорили и вообще не знаете о чем речь я не понимаю чем речь потому что я там не считал и не видел вы же простите я не буквоед и не цепляясь к словам но получилось так будто я что-то выдумал или солгал нет не выдумал не солгал правильно сказал это мое неведение прошу простить чтоб правильно поняли я не знаю не говорил я ничего не рассылаю это делает модератор администратор у нас команды но не маленько около 15 человек и так что я не знаю просто поймите перед вами человек который ничего этого не знает вот вы сами пожалуйста послушайте ваше обращение в конце роликов жития ну да а то что я предложил сделать красивую рекламу так это только для дела чтобы о вас о словах истины узнала как можно больше людей и указывать александр я не помню уже что-то ну вот сердечно благодарю вы все правильно говорите а лично для меня как вы одеты и каких условиях живете абсолютно не имеет значения все правильно говорит я знаю что вы посланник божий раб божий глаз вопиющего в пустыне храни вас бог приезжает его назвали мозг новосибирской киностудии опи малашин приезжает сюда юрий николаевич и снимает фильм глаз вопиющего или второе крещение руси этот фильм на нашем сайте посмотрите вообще страшная участь постигла его он ездил единственный из кино съемщиков режиссеров с патриархом алексеем вторым по стране и это каких был но поставил фильм не в их пользу он делает так показывает патриарх на одном конце как будто стала сидит а я на другом обои где же вопросы беседуем как я говорю и он так это сделал на него такое было гонение ужасное и вот когда фильм поставили этот и перебивают а почему прибивает а а знаете этот фильм все это рознь то есть это а кто это говорит уполномоченный по религиозным культам позвонил не надо ставить фильмы все равно здесь поставили показали вот мы последний раз были на киностудии и он это давно то снимали то знаете какие катушки лента такая видео еще не было и он это вот так вот поговорил снимал интервью мы дали на на местной гтрк и он положил положила не выключил я раз снимает он разговаривает и пол лица только видать это все в фильме осталось а дальнейшем было это было последнее что было дальше будет его смерть когда узнали патриархии что у него все это фильм уже вышел и там против патриархии ты за нее но они так понимают что там было с ним он говорит от я такого даже не ожидал никогда у него больше ста фильмов фильмы в конгрессе сша хранятся ну мог мозгом называли киностудии это или как там об общество какой об новосибирской то и когда был москве у него сожгли дачи где все архивы были и жена говорит он падал и к упал и катался по землю настоящий интеллигент с большой буквы вот я называю интеллигентами его и который меня курировал полковник кгб никулин юрий михайлович это настоящие интеллигенты как я понимаю и близкие мне оба человека были слово сказать вот когда он поехал стоянно шушенской гестом снимать последнее что-то недоснято это и там нашли его мертвым консильницы как он умер кто и жена говорит когда он ходил а там света нет она на втором этаже они живут двухэтажный домик то и лестницы лампочки не было ягод маша он это из темноты одна рука показалась и свет падает там и это последнее что я запомнил отношения были не совсем такие правильные она сильно раскаивалась очень сильно больше никогда юрия своего она не увидела и вот с этим юрием николаевичем от мы были он снимал фильмы и притом в двух фильмах я участвую в него двух государственных фильмах преображение второй фильм и у этого приехал тут снимал владимир сергеевич вот два фильма это предчувствие и златоуст из потеряевки нет ну да златоуст из потеряевки первый фильм занял первое место на международном киноконкурсе киноконкурсе а 2 на первое место в россии так как на это бросили сегодня а вы себя рекламируете никакого отношения к этому не имею вообще глаз божий а чего начал говорить глаз попивающего в пустыне видите сколько затем у меня за каждым словом воспоминания потому что жизнь не где-то была дальше дмитрий игоревич миром игнатий тихоныч на службы я хожу монастырь святой екатерины московской область московской области город видное там у ворот монастыря просит подаяние женщинам она курящая может и выпивает и я сам я не видел могут делать об этом загуба заключение только по внешнему ее виду я ей задал вопрос почему она не ходит на службу она ответила что епископ видновский тихо ней запретил согласно сославшись на канон который гласит что просящие подаяния не могут бывать на службе вопрос так ли это если такой канон конечно это только ее слова епископа тихо я с этим вопросом пока не подходил может там все не так как она говорит может не так и думаю что не так сходите к епископу канона такого нет а есть другой канон возле церкви и где бы то ни было просить человек не может без грамоты от епископа мирная грамота называется и он и следует она не маленькая пенсия тогда когда канон делался тогда не было пенсии то никаких что у тебя есть то и есть и он напишет она не может себя прокормить и может подавать грамота такая там не знаю с одной смысл такой сходите узнаете но я думаю что она соврала как она говорит а я лечила детей у отца семена титова здесь я сразу к батюшке пошел вы лечили у нее это же ведьма я лечил да что же она бреша ну вот такое дело врут на священников не надо всему верить надо проверить я в этого с анатолием познакомились внуков я говорю был в ростове-на-дону и искал не мог найти где находятся как говорят покоятся мощи епископа игнатия ростовского чудотворца я в честь его названный у него память отмечается 28 мая по стару по новому 10 июня и вот я попутно хотел сказать вот смотрите когда называют по календарю я родился в этот день и смотрят и гнати рядом и в тихий инокентий и кто меня крестил он даже не спрашивает родителей какой им нравится из всех которые в этот день имен он выбирал и это имеет свой мистический смысл заложен в этом тот умирает игнатий в церкви отмечается вот крестик означает умер когда не день рождения день смерти а в этот день я родился как будто ответ от мертвого игнатий переходит от умершего на только что родившегося вот это интересно еще и сколько игнатьев вот в этот день родилось мальчиков они даже были названы игнатиями их много ли а володя владимир николаевич на каждом шагу дальше игнатий ростовский направо у южной стены святителя исаи епископа ростовского я не мог найти там был спрашивал звонил епархии никто не знаете мощи я хотел поклониться приложиться к мощам ростове на дону 1090 года смерть налево у северной стены бывшая рака святителя игнатия епископа ростовского бывшая 1288 моя дата мой день моего рождения в паспорте записан который мир вам игнать тихоныч по вашей просьбе нашел место где находится мощи святителя игнатия ростовского они находятся в городе ростов великий в испенском соборе ссылки даю ниже я рад был выполнить ваше поручение много там всего дальше надежда чалых нет я бы в эту секту не поехала жить про потеряевку видеть что люди работают секта почему поповская закваска миссионеров секта не по нее что-то она что-то видела стихтанской нет разговор идет о вере нет но мы не такие значит секта вот зазомбировали то где житья не дадутся своим уставам а самый главный дядечка у них уже жандарма то есть это во мне все по струночки ходят по струночке ходят это хорошо ли нет главный жандарм вот она была здесь нет а жандарма то плохо да нет это то что полиция милиция но жандарма то звучит знаете как сумели милицию переменовать в полицию сказал медведев и все никак ничего и что полица и полица и ругательно было сейчас нормально полиция там пидоры как называют на дороге краткое содержание то еще на чем смеялся даже президент аноним анонимов он аноним анонимов вот кто полиграф полиграфович женщины как будто мусульманки одеты так приятно смотреть на них настоящие женщины женской одежде вот как видите какие а сам она еще спрятался непонятно граф бан что совершил такого предыдущего владели что его мусульмане и иудеи бы убили что-то даже разгадать не могу кто-нибудь знает кто-нибудь знает еще знать то нарушение седьмой заповеди к чужой жене лазил по иуейским законам должен умереть при любоде и по мусульманским газ то башку отрежут побьют камнями счета догадываться совсем писание не знаете самые экстремистские книги на земле люди говорят не знает какие это там где призывает убивать целые народы куда более экстремистки а какие это моисея и мухаммад на светский завет и коран он к этому призывает и зидов эти взяли куда продали сейчас плен насилуют не надо обманывать единственное что избавляет от этого то новый завет господа нашего иисуса христа а кто это вам сказал я впервые сравнение это увидел в литературной газеты от андрея кураева он об этом говорит алла ламка 75 у вас было 1 500 заявок и вы только троим ответили а почему неужели все остальные недостойны выходит к вам очень трудно попасть да трудно попасть вот 1500 заявок первый год на потеряйку было ответили всем всем но человек должен пять качеств и метод и не лгать не пить не курить не материться не воровать а потом своими силами построиться мы же с нуля начинали кто кому поможет построить дом завести хозяйство и жить а тут и срезались только три человека сумели из них один останется маркус узоров оператор не хило устроился не чтобы ребенку камеру отдать работяга это он обо мне я там работаю но в данный момент я взял снять потому что володю освободил уже все они не судят ничего ну да фейм фейм пишет какие певучие имена нестр и ереме я думала что уже так и называют моя мама последний с чудным именем у меня маму зовут неонила анфилофиевна вот как а у володи а вы сергея маму знаете как звать валентина орехиевна какие имена у меня у дяди помогает по матери макаре филарет эмануила по отцу а мосты на ум и тихон степан любовь игнатович пишет люди нам дом найдите дом вот так найдите дом на пустыря мы хотим жить в вашей деревне мой skype любовь 503 меня три сына они тоже могут вам пригодиться любовь а вам бы пригодились но больше ответа не было вполне могла дальше говорить валентина пивень вот умная женщина и из протестантов но она духом более православная даже меня за это ругает не как вы так судите ну я не один день с ней переписывался очень интересная женщина просто очень интересная какие прекрасные божьи люди но разве возможно представить что подобные им русские люди станут захватчиками чужих территорий по типу ситуации на украине эти отдают свое всем миром помогая устроить жилище новоселом вместе радуются вместе печалится как в писании радуйтесь радующимся плачьте с плачущими вот мне присылают ситуация за то у нас конечно большие выдержки но я прочитать потому что это касается сегодняшнего положения 3 том 2 книга письма пиодосии дальше и пископу скидка открывается по месту мы далеко от вас отстоит но поливи мы подли вас неразлучны и связаны с вами это златоуст говорит я говорю ко всем которые нас слушают такова любовь ее не затрудняет пространство не растрагает расстояние но легко облетает она всю вселенную соединяя взаимно любящих друг дальше прочитайте до сих пор прочитайте посмотрите считать долго откопируется и дальше киписку по моисею читай все читать до думаю что ты не нуждаешься в нашем письме для того чтобы показать долго слушайте все начали читать довольно 77 письмо прочитайте и дальше 3 том 2 книга креститерам прочитайте что пишет вот злост до того тут понял ссылки уже что надо идти проповедовать миссионерить а я об этом говорю в нашем изданном трехтомники нового завета 297 комментариев как раз на эту тему ну я пропитан этим иначе бы меня как златоуст потеряевки проще называли хотя я никакой не златоуст читайте еще прочитайте вот так сфотографируй все переведи я просто хотел людей познакомить раз ко мне прислали то этого я вижу что очень важное вот так ну и дальше мы посмотрим сейчас вот это наш я показывал наш сайт большой сайт и теперь покажу в моем мире моя страничка вот сколько вот тут фотографии 18863 и видео наших 2674 сидя канала и все туда перевожу это очень богатый материал много даже чего и нет вот теперь смотрим что пишут на наш форум за вчерашний день все хорошо пишут очень интересно наблюдать за жизнью вашей общины божьей помощи в вашем деле видите как интересно вот находит интерес миром игнат тихоныч перейду сразу к вопросу каким должен быть настоящий мужчина христианин каким должен быть настоящий мужчина отец андрей ткачок в одном из своих видео сказал что настоящий мужчина должен быть работящий аминь нежадный аминь веселый аминь смелый аминь умный аминь ответственный аминь простой человек и знающий бога аминь согласны ли вы с ним и что бы вы еще добавили вот сколько я сказал все отец андрей вывел абсолютно точно ну и к этому нужно чтобы любил бога всем умом и всем сердцем такой должен настоящий мужчина и любил библию превыше всего его свете библии все рассматривал я просто расширяю но взял то что для всех общее это главное иван беловол уважаемые гнати лапкин я уже два года смотрю ваши видео хочу помогать вам и жителям поселка потерявка я профессиональный адвокат живу москве если у вас или у жителей поселка консультация понятно дальше вот атаковой отвечаю а это кто-то зашел александр русский посмотрите зайдите прочитать увидите как много тут нельзя даже сразу прочитать много я не считаю не знаю хорошие или плохое видите сколько вот это он сегодня выставил заходите прочитайте с человеком лично познакомитесь дальше александра гордеева мир вам как только ставшего христианина убедить что напрямую нельзя покаяться своих грехах перед богом что за вопрос надо а как нужно обязательно исповедоваться у священника но потом я отвечу дальше нужно исповедоваться одно другому не мешает дмитрий чернушный здравствуйте гнати тихоныч приведите пожалуйста цитаты из библии из которых следует что женщине запрещено быть священником одно то что из 12 апостолов а потом из 70 ни одной женщины не было что доказывать то еще жене учить не позволяет тут кому я отвечаю запрещено быть священником женщине приведите место вот прочитайте что тут написано я всегда отвечаю священным писанием пусть так священники отвечают и андрей ткачев и смирнов и все дальше елена трегубова доброго дня я поняла как людях действует зависть вчера я же до 10 июня еще на работе проверяю что она прочитайте что какая зависть у нее на работе я промолчала что делать спрашивается елена черняховская дорогой гнати тихоныч поклонность беларуси хочу сказать помощь братьям предстоящей поездки жилье питание другой необходимый мы ехали отвечу на все ваши вопросы слава христа так а то чем благодарим но всем обеспечено уже белоруссию на ней не заезжаем в аргуси мы были в минске книги везде оставили это адвокат пишет у нас своих адвокатов если профессиональная закончившая университет с красным дипломом здрасте гнать и прошу ответить на мои вопросы под этим видео но тут понятно что тут надо смотреть видео ответил или не ответил тут о чем евгений миронов и на тихоныч здравствуйте сейчас здесь событиями на украине многие православные читайте что здесь это большой вопрос я обязательно отвечаю тут ответ должен быть дальше кто тимофей торопов вот он какой здрасте гнать и пишет вам священник из тюмени подумываю к вам приехать посмотреть вашу деревню в живую так сказать мысли есть и переезде но это как бог даст скажите вообще если допустим священник пожелает поселиться в вашей деревне будет ли возможность служить с уважением священник тимофей у нас служить у нас священник есть церковь маленькая тут один священник есть я конечно таким говорю соседней деревне где ничего нет начинаю работать как будто приехали крапива с крапивы начинали у нас все с нуля делается не так что приехал приход сергей обиход приветствую вас уважаемый гнати тихоныч в начале 2014 года в интернете появилась очередная книга баптистского проповедника мсси хб ены пушкова вот тут что-то про это говорит еще православие электронной почте вот дальше это о чем я говорю прошу ответить на вопросы которые у меня идут тоже о чем приветствую вас в начале деревни появилась очередная книга баптистский проповедник вот ответы ответы посмотри какие ответы тимофей торопов я ни в чем не запрещенный штатный священник тобольской митрополии служу в тюмени знаменном соборе а в вашей деревне думаю по той причине что очень желаю воспитать детей любящими христа а мир затягивает молодежь и лучше когда ты живешь среди единомышленников по моему рассуждению детскому более лучшего места чем потерявки для воспитания детей просто не найти учителя все верующие все помогают детям воспитываться детский лагерь дальше я не запрещенный священник пишет но я счастлива приехать вам на месте посмотреть чтобы не жалеть потом и жалеть что потом а насчет воспитание детей в христианстве то лучшее место просто не знаю так я ответил дальше конечно мы если бог даст и живы будем желаем когда получится приехать за семьей познакомиться посмотреть все на месте потом уже окончательно что-то решать спасти боже за ответ понятно дальше что это юлия торопова вот она наверно не знаю здравствуйте меня зовут юлия я живу в тюмени с двумя дочками работаю дети ходят в школу как попасть в вашу потерявку уж очень близко по духу дойдите понятно если от нас никак не приехать разрешим домой а так нет ответ ей наверно это она ответ да прошло 100 лет прочитать это все про потеряевку какие места и дальше дмитрий петров какой-то петров тут на папа под имем петрова нападает гадит везде сейчас это владимир это дмитрий здравствуйте я прошу прощения за верлом ста я уверен у вас много забот и без меня но не могли бы рассказать ваше мнение об отце серафима роузе не так давно прочитал несколько его книг и книгу о нем самому написанную его духовным чадом прочитайте о чем он пишет арсен пагасян здравствуйте гнать тихоныч когда вы сможете поговорить по скайпу мне нужна помощь для беседы с так называемыми свидетелями еговы так это ответ кому дмитрию петрову а какой ответ откровение 3 глава 11 стих все гряду скоро держи что имеешь чтобы кто не похитил восхитил венца на ответ еще арсен пагасян когда сможем поговорить по скайпу я на деревне связи нет по скайпу в октябре могу вернуться вот так михаил тронин уфа вот он какой игнать тихоныч здравствуйте мир вам у меня великая радость я нашел среди священника рпцмп того кто готов меня крестить в полное погружение я моченый спаси христос вас за то что открылиiyor глаза на эту проблему я только один раз попросил у бога если это не крещение то пошли мне священника кто готов мне будет PhD полное погружении знаю что я моченный спаси тот уже заражен хитростью еврейской bg букву кого бemen зачем буквам убрасывать не делать этого никогда даже иначе рта не исчезнет из закона а то хитрость Александр Луговской, город Рудный Добрый вечер, Игнат Тихонович Я православный христианин Крещеный через троекратное погружение Баптистерии Читаю Евангелие по мере сил Живу по нему и времени молюсь Расскажите мне, что мне принять дальше Чтобы стяжать Царство Небесное Заранее благодарю и извиняю за беспокойство Смотрел ваши ролики по Ютубе И у меня возникли вопросы Ну хорошо, прочитайте, я вопрос Это его ответ или кому? Вот ответ, прочитайте ответ Местописания какие Это у нас есть Про Потеряевку, наверное Елена Власенко Игнатий, здравствуйте, у меня вопрос На моей площадке в подъезде живут наркоманы Жутко боюсь, как быть? Как быть? Елена Малыгина Здравствуйте, можно с вами поговорить? У нас возникла вот такая ситуация Я начну все по порядку Наша семья дружит с индусом Он в нашем городе учится и старается работать Мы понимаем, как ему... Вот так, дальше прочитайте, что это Большой текст, я не могу Просто затормозите и прочитайте Если вам интересно это А то кому отвечаю? Ей же Ей же Какой ответ? Не всякого человека вводи в дом твой Ибо много кознью коварного Сходите к батюшке Вот так, сходите к батюшке Я другого не говорю Всех посылаю к священникам Московского патриархата, конечно Наркоманы по диезде, говорит женщина Ответ Молитесь постом и мылость-то Не сходите к советам к священнику Опять же Рина Хайрулин В чем видите главную проблему страны Или считаете, что все хорошо и вас все устраивает? Нет, не хорошо и не устраивает Дальше что отвечают? Дети, воспитанные во Христе Вот ответ ваш Вот ответ главный Надо воспитывать Алексей Куракин Вот теперь мы уже ближе знакомы Здравствуйте, Игнатий Мир вам У вас есть трехтомное полкование Новозавета И большой псалтырь Черная обложка Ну дальше все есть Рина Хайрулин Вы знакомы с доктриной Алана Далеса Разработанная еще Да, 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 знаком Вот прочитайте, что есть Это ему ответ, наверное Это Куракину ответ Куракину ответ Дальше этому похоже, да? Нет, это вообще Что делать, если злой дух вышел И привел всем злейших себя Как понять? Ну ладно, дальше Владимир Казанцев Добрый день Посмотрел видео, как вы пытаетесь укрепить берег пруда Купите Дорнит Это такой материал Никак, нет, нет Еще это не подходит Никак Никак Он не знает суть и дело Дальше Александр Куракин Приветствую вас Любовью Господа нашего Иисуса Христа Я являюсь членом церкви МСЦ Их обо мне нет уверенности Что я правильно сделал выбор Меня зовут Александр Мне 24 года В этом году принял крещение Я очень сильно люблю Господа И хочу ему служить Как быть? Как быть? Какое бы ни было Церковь там не называется Это возникло в один день Один человек был Два, три И возникла там в 17 веке Церковь от апостольских времен должна быть Это хорошие люди Все, но это не церковь Этого они простить тоже не могут Как быть? Ответы ему Как быть? Все кто? Да, ответы Дальше что? Я в аптис скажу В ЕХБ У меня вопрос Ну дальше Я заторможил А вы посмотрите Какой ответ Какие ответы? Кое-что Людмила Сидорова Людмила Сидорова Доброго времени суток Город Тихонович Простите меня за настойчивость И возможно нелепый вопрос Но решить без вас никак не получается Мне бы очень хотелось поговорить с вами по скайпу Но к сожалению Ноутбук у нас не подлезет Ну ладно, прочитайте Большой очень Просчитали Дальше Людмила Сидорова Доброго времени суток Я крестилась Будучи взрослым В 2000 году В городе Кола Мурманской области Крестили меня Обычно без погружения Поливаю голову из ковшика Вот так Сегодня нашла информацию Что это не крещение вовсе И что надо Таинство пройти С полной погружением То есть обмануты были Обмануты Никакого крещения не было И что слово Перекрещение В этом случае Некорректно Так как Истинного крещения не было Да Что же мне делать Подскажите пожалуйста Если я не считаюсь крещен И надо креститься Вы подскажите Куда мне поехать У меня большая семья И все мы как так Из ковшичка Благодарю Хорошо В первую очередь Надо молиться И Господь покажет Уже сколько известия поступило Что люди Находят там священника Который крестят Поехали на Афон Афонские вообще Не признают никакого обращения Тем более кропления Крестят их Заново И не было Обмануты Войны Сынецкий не признавал Нам зачем Когда все писание Об этом говорит И святые отцы Дальше О чем ответ Где креститься Готовится креститься Умеющего страх Божий священника Вот так Александр А наемники Которые А что они будут делать А так называемые Миссионеры И прочее Они любую Безумную идею Оправдают Найдут Все Александр Долинцев Игнатий Тихонович А какие требования Предъявляют к тем Кто хочет приехать К вам принять истинное крещение Вот она я уже показывал Неоднократно Юлия Батюшка У меня вопрос Подскажите почему Когда я молюсь Преследуют страхи Я становлюсь Какой-то Зашуганным Ну дальше Просчитайте Что я Я отвечаю Для начала Расскажите Себе подробнее Все без утайки Кто может приехать На крещение Ну вот так Я отвечаю Немножко еще Продерну Что это София Юденко Здорово Добрый вечер Случайно узнал о вас Очень рада Что коснулась Немного ваших традиций Уклада Хоть и через видео Игнать Яригин Храма в Воронеже Ну дальше Просчитайте Что она Старство Тут что-то Она Дмитрий Шамхалов Спасибо Атицыгнатий Слова истины Это Что будущее Расти Это дети Воспытанные во Христе Я сам работаю Просчитайте О чем он пишет Она тоже Ответы всем даны Вот они ответы Если можете То просчитайте Второй ответ Вот он Выслушайте Покажи Какие ответы Ответы я отсылаю К Богу Что Бог говорит Смирнова Мерзость Запустение Это может быть Люди без веры в Христа Дальше Ответ Статуя императора В конце Антихрист Сергей Обиход Игнать Игоревич Я помню ваши Негативные отзывы От трудей Историка церкви Евсевия Кистарийского С чем связано Такое отрицательное мнение Ну с чем связано Где и про что Ответ Он не показал Мне нужно узнать Где я говорил Александр Кохна У меня вопрос Как надо относиться К атеистам У меня в школе И много Ответ Давайте святыне псам Не бросайте жемчуг Ваши плит с виними Все понятно Теперь я показываю Наш видеоканал Вот он какой Видеоканал С 4 тысячи Примерно 170 роликов Наших здесь И кое что Можно найти И вот здесь Если нет Главное Вот здесь То здесь идут Вот они жития О чем речь шла Вот они конечно Лучше чем Когда вместе идут Все сделаны Но в конце Там говорят А может быть и сделают Если он просчитает Про это Вот посчитайте Посмотрите Это сегодня у нас Закончилось Благодарение Богу Спасибо Христос Никита Спасибо Христос Посчитал Володя И всем кто тут был Слушал сегодня Высердие записи Благодарю Во славу Божию Ух Благодарю